Сегодня утром можно было стать свидетелем события века. Венера проходит по диску солнца. За уникальным явлением, а оно бывает один раз в 105 лет, наблюдал почти весь мир. С самого раннего утра взоры к небу устремили и жители Татарстана. Вглядывалось в очертания утренней звезды и наша съемочная группа. Люди начали собираться еще в 6 утра. Во дворе федерального университета установили телескопы. Многие же принесли с собой дискеты и светофильтры. Равнодушных к такому зрелищу не было. Небесная канцелярия сделала ученым и любителям космоса настоящий подарок. Ясная погода дала возможность четко увидеть Венеру на Солнце. Главное интересное телескопы посмотреть. Венеру мы уже и в газете увидели, а вот и сама обстановка, телескопы. Очень интересно. Очень интересно посмотреть, что это такое из себя представляет, тем более явление редкое. Раньше встали, пришли сюда, очень понравилось. Не зря мы встали и проснулись. Студенты и преподаватели кафедры астрономии наблюдают за Венерой с восходом Солнца. Ее прохождение фиксируют на фото и видео. 8 лет назад времени на это было больше. Но для изучения использовались лишь пленочные фотоаппараты. Сейчас это цифровая техника. В среднем прохождение планеты длится 7-8 часов. Полностью его увидят только северные регионы страны. Мы приехали сюда с вечера, поставили инструмент и ждали уже. Буквально перед самым рассветом разошлись облака. Мы прям ждали, ждали. Будет, не будет погоды. Для студентов это часть учебного процесса. Сегодня они попробовали увидеть то явление, когда в 18 веке Михаил Ломоносов открыл атмосферу Венеры. Также ребята благодаря наблюдениям и снимкам измерят расстояние от Земли до Солнца. Исторически именно наблюдение Венеры, прохождение Венеры по диску Солнца были первым способом точно определить расстояние от Земли до Солнца и соответственно узнать масштабы нашей Солнечной системы. Увидеть такое уникальное астрономическое явление мы больше не сможем. В следующий раз Венера пройдет по диску Солнца лишь в 2117 году. Екатерина Кудинова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан.